Здорово, бандиты! Всё, ну наконец-то мы до поры до времени покончили со спин-оффами и вернулись к основной серии. И на очереди у нас рассказ о Suikoden 3, игре, фактически разделившей весь сериал на до и после. Связано это с целым рядом факторов. Во-первых, третья часть стала последней игрой, за которую отвечал оригинальный автор и сценарист серии Йоситака Мураяма. Во-вторых, хронологически Suikoden 3 так и остался последней игрой, ибо после неё пошли приквелы, ответвления приквелов и вообще какие-то далёкие от мира Suikoden произведения, повысившие вселенную серии до звания мультивселенной. Ну и в-третьих, удержать планку, задранную предтечами, а в особенности Suikoden 2, будет ой, как тяжело. И действительно, на начало нового тысячелетия серия была на пике своего развития, и Konami нисколько не стеснялись поддерживать её в этом состоянии, наводнив рынок разной сопутствующей продукции, начиная с новелизации и манги и заканчивая коллекционной карточной игрой. Лучшего времени для того, чтобы быть фанатом Suikoden, и жевать было нельзя. Не посрамило ли Suikoden 3 своих могучих предков? Ну, заставочный ролик игры с первых же секунд задаёт правильное настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Композиция в исполнении группы Химиками, анимация от студии Гонзо. В этом опенинге прекрасно всё. Но что в нём самое крутое? По мере прохождения игры он будет становиться всё лучше и лучше, так как вы начнёте узнавать персонажей и понимать, какие события в нём показываются. Его не грех пересматривать перед каждым новым игровым сеансом. Настолько он хорош. Ну а вернёмся непосредственно к игре. События Suikoden 3 переносят нас на 115 лет вперёд и далеко на запад из союза городов-государств Джолстона в доселе не изученный регион Грасланд. Просторнейшие равнины, населённые в основном племенами разной степени цивилизованности. Но есть и исключения. Одно из таковых — Зексанская конфедерация, наладившая торговые связи со внешним миром благодаря наличию доступа к морю и ставшая фактически центром всей Грасландской торговли. Ситуацию омрачали два фактора — взаимные тёрки с кланами Грасланда на пограничных территориях и хищные взгляды со стороны соседнего королевства Гармония — огромного теократического колосса, занимающего значительную часть материка. Единожды последние уже попытались завоевать Грасланд, но, поломав о них зубы, отложили мечты о западных берегах до лучших времён, подписав соглашение о прекращении огня сроком на полувека. Шло время, и шаткий мир между Грасландом и Зексоном снова начал давать трещину, рискуя перерасти в полномасштабный конфликт, да и Гармония что-то больно уж подозрительно активизировалась на границе. В конечном счёте, все пути приведут к огненному чемпиону — герой первой войны с Гармонией и носителю руны истинного пламени, то есть одной из 27 великих рун, стоявших у истоков мироздания и дарующих вечную жизнь. Казалось бы, зачем я это рассказываю в таких подробностях? А дело всё в том, что Суйко Дан 3 ведёт своё повествование не от лица некоего немого протагониста, как было в сериях раньше, а рассказывает истории сразу нескольких вполне разговорчивых людей, оказавшихся по разные стороны баррикад. Со стороны Граслунда мы будем наблюдать за приключениями сына вождя клана Карай по имени Хугу, его наставника из клана уток сержанта Джо, не спрашивайте, а также его ручного грифона. Зексенсская же точка зрения будет демонстрироваться от лица Крис, капитана рыцарей, лидера элитного отряда солдат и любимицы публики, испытывающих своему новому статусу национального героя очень противоречивые чувства. И последней по порядку, но не по значению, сюжетным главным героем станет Гидо, молчаливый лидер колоритной группы наёмников на службе у гармонии, который знает о творящихся событиях гораздо больше, чем говорит. Также имеется ещё и опциональная сюжетная линия, в которой рассказывается в чём-то забавная, в чём-то грустная история паренька по имени Томас, получившего от своего отца обветшавший замок на самой окраине Зексона. Но разумеется, что за Суикодан обойдётся без замка. Но вернёмся к теме. Сюжетные линии каждого из протагонистов разбиты на главы, геймплейно отличающиеся друг от друга, разве что стартовым уровнем боевой подготовки и могут проходиться в любом порядке. Другими словами, вы можете хоть подряд проходить главы отдельно взятого героя, а можете чередовать персонажей и не убегать слишком далеко в дебри сценария. Когда же вы с ними покончите, игра задаст одновременно простой и невыносимо сложный вопрос, за кого из трёх героев вы хотите продолжить играть, после чего откроют ещё две главы, ведущие непосредственно к финалу. Таким образом, разработчики очень удачно переосмыслили систему сюжетных арок. Когда наибольшее количество экранного времени получает сначала один персонаж или группа героев, после со своими тараканами разбирается другой, и так до тех пор, пока игра не переберёт всех доброходов к команде и не отправит их наконец к финальному злодню. Тут же значимость основных героев повествования как бы выровнена. Дополняет картину и сам сценарий, ставший более серьёзным и вынесший значительную часть буфонады за пределы основной сюжетной линии. Даже все эти прямоходячие ящерицы и диснеевские утки, вызывающие поначалу полное неприятие, через некоторое время начинают восприниматься как естественная часть игрового лора. Тот же Селезень Джо, путешествующий с главным героем, один из самых адекватных персонажей во всей игре и очень способный воин. Порадовал также и цивильно оформленный перевод текста на английский, избавленный от совсем уж нелепых опечаток и грамматики уровня школьных фанфиков, коими была печально известна вторая часть. Но не обошлось и без своих первов. Например, Грифона Хуга в оригинале звали Хувер, но переводчики по какой-то причине перевели его как Фубар. Чем они руководствовались, я без понятия. И у меня есть одна претензия к сценаристам. Персонажи в диалогах часто попугайничают-попугайничают, то есть повторяют слова и целые реплики своих собеседников. Выглядит это примерно так. Я собираюсь сделать злодеяние. Злодеяние? Да, злодеяние. Эта проблема свойственна почти всему, что порождает японская поп-культура, но в Суикодан 3 это почему-то ощущается резче. А ведь за сюжетом игры очень интересно наблюдать за счет разных характеров протагонистов. Хуга — горячая голова, часто попадающая под влияние собственных эмоций и поступающая прометчиво. Крис, наоборот, кажется холодной и закрытой, однако она очень добра к людям, которыми дорожит. Пусть и внутренний конфликт между желанием служить своей стране верой и правдой и необходимостью быть лишь инструментом в руках вышестоящих чинов съедает ее изнутри. Молчаливый Гетдо и его разношерстная группа наемников часто устраивают перебранки на ровном месте, но все равно оберегают друг друга как семья. Даже Томас, дополнительный персонаж, за которого и играть-то не обязательно, способен продемонстрировать чудеса взросления и вырастает из неуверенного в себе мальчишки в человека, готового превозмогать любые трудности и сражаться за родной дом и его обитателей. Благодаря такому подходу игра смогла лучше показать один и тот же конфликт с разных точек зрения, неплохо манипулируя шаблоном «Вон тот парень плохой, потому что он делает плохие вещи» и переворачивая его с ног на голову по нескольку раз. Но тот в повествование врывается главный злодей и зачинщик всего этого безобразия, и с ним все уже не настолько безоблачно, так что давайте поговорим о спойлерах. И если вы хотите эти самые спойлеры избежать, то по классике волшебные цифры на экране. Они выведут вас в мир, где все хорошо. Ну да ладно. Главным антагонистом игры стал Люк, бывший второстепенный положительный персонаж первых двух частей и асоциальный ученик таинственной колдуни и хранительницы баланса Лекнат, покинувший своего наставника ради осуществления собственных амбиций. Да, все именно так, как и сказано. Люк — основной злодей на протяжении всей игры от начала до конца, что уже серьезно диссонирует с достижениями Суикодан 2. Но у сиквела есть одно твердое основание. В то время как вторая часть размышляла на тему относительности добра и зла в условиях войны, Суикодан 3 поднимает тему разных точек зрения на поступки, которые одному могут показаться добрыми, а другому — не очень. Собственно, цель Люка — остановить надвигающийся вселенский пипец и даровать людям свободу от высших сил, считающих Землю лишь своей игрушкой. Для этого он собрался уничтожить истинную руну и пошатнуть сами устои мироздания, так как, по его мнению, в таком случае планирующийся закат мира банально не сможет состояться. Только есть две проблемы. Во-первых, великие руны под ногами не валяются, и их еще надо как-то добыть. А тут как раз в народе ходят легенды о бессмертном огненном чемпионе из Грасланды. Во-вторых, никто не знает, к чему в итоге приведет коллапс одной из рун, но вряд ли произойдет что-то прекрасное. Скорее всего, просто нюкнется половина континента. С другой стороны, все протагонисты поголовно считают, что Люк не имеет никакого права принимать решения за людей и определять их судьбы, и уж тем более он не имеет права оплачивать свои амбиции их жизнями. Гедон, например, на доводы антагониста вообще отвечает, что называется «в лоб». Повзрослись сначала парень. И действительно, Люк в силу своего подросткового менталитета не способен осознать, что сиюминутные радости людей могут быть, о боже, важнее далеких планов каких-то там высших сущностей. Но это одна сторона медали. Другая, практически все ключевые плод-твисты свелись в итоге к избитой схеме под названием «это магия, братан». Как убили вождя клана ящериц, что те тут же обозлились на Зексен? Это магия, братан. Почему рыцари Зексена вырезали все население деревни клана Карая, наплевав на приказ не трогать мирных жителей? Тоже виновата магия, братан. Почему в итоге сорвалось подписание мирного соглашения? Разумеется, опять виновата магия, братан. Все это смотрелось бы нормально в любой другой ролевой игре, но только не в Суйкоден. Более того, в игре нет ни одного даже второстепенного плохого парня, способного сравниться с Лукой Блайтом и Суйкоден 2 по части харизмы. Но еще на стороне Люка сражается Юбер, мелкий злодей из первых двух частей, в очередной раз безуспешно пытающийся пробиться в авангард антагонистов серии. Однако он настолько безлик, что про него и сказать-то нечего. Побыл рядом, поделал зла тут и там по одному лишь ему понятным причинам и пропал без вести в конце. Ну кто так делает? Конечно, отсутствие образа идеального врага в сиквеле в какой-то степени можно оправдать сценарием. Игра банально не про это, но чувствуется какая-то пустота в повествовании. Также Суйкоден 3 стала конечной станцией для импортирования сохранений из предыдущих частей. Жаль, что эту функцию в игру прикручивали явно по остаточному принципу, и за перенос сохранения вы не получите ничего такого, ради чего стоило бы вообще напрягаться с процессом импорта. Особенно последнее касается эмуляторщиков, так как им придется еще вытаскивать сохранение из одной карты памяти, потом конвертировать его так, чтобы PCSX2 понял его. В общем, геморрой. И весь результат, парень мест, игра вспомнит название армии и имена героев, которые вы вписывали в прошлых частях. Чуть интереснее дела обстояли в японской версии Суйкоден 3, которой можно было скормить сейф-файл H от Генса Суйкогайден Volume 2 и получить на выходе дополнительную порцию контента. Но, коль уж визуальные новеллы никогда не появлялись за пределами Японии официально, в Канаме рассудили, что для западного релиза игры проще разблокировать весь бонусный материал, связанный с ними, и продолжать делать вид, что никаких спин-оффов не существует. Обожаю региональные, мать вашу, эксклюзивы! Грамотно вписать в историю толпу персонажей, доступных для найма, у сценаристов традиционно не получилось. Но этого и следовало ожидать. Как и в прошлых частях сериала, Суйкоден 3 позволяет собрать собственную небольшую армию из сотни человек, и взять в том или ином виде в команду вы можете... почти любого. Другое дело, что позволит вам играть далеко не сразу, из-за нового подхода к подаче истории. В центре повествования находится трио главных героев, вокруг них крутятся их компаньоны и попутчики, с которыми они взаимодействуют и наполняют события красками. А за пределами находятся все остальные герои, не имеющие для сюжета никакой значимости и нужные только для массы. Зачастую в отряде банально не будет места для еще одного персонажа, но даже если оно и появится, побалует собой оно недолго. И только во второй половине игры, когда все сюжетные линии схлопнутся в одну, появится столь желанная вариативность в менеджменте своей группы. Но хватит уже про сценарий и его производные, пора бы уже о самой игре поговорить. Визуально игра перешагнула через эпоху пререндерной графики и сразу пошла покорять мир чистокровного 3D. И столь болезненный для многих игровых сериалов переход в третье измерение Suicodon 3 пережил... ну в целом... сносно. Конечно, это даже и близко не уровень десятой финалки или иных современников, однако значительная часть визуальной привлекательности нашла себя не в качестве местных 3D моделей, а в цветовой палитре. Многие локации смотрятся очень приятно за счет мягких и нежных цветов, помогающих сгладить общую топорность остальной графики. Сами же персонажи получились какими-то чебишными и немного боленообразными, но наиболее остро это чувствуется лишь в заставках на движке, в то время как во всех прочих случаях внимания на это не сильно ты обращаешь. Но уж точно вам будет не до графики, ведь в игре такой-то геймплей, такой... противоречивый. Как и в подавляющем большинстве типичных JRPG, игровой процесс Suicoden III поделен на приключенческие и боевые режимы. В первом вы свободно перемещаетесь по локациям, исследуете обстановку, общаетесь с персонажами, ходите по магазинам, в общем, толкаете сюжет вперед. Впрочем, насчет исследований это я... загнул, потому как интерактивностью обстановка похвастаться не может вообще. Дай бог кустик какой позволит осмотреть на предмет наличия целебных трав, но и только-то. Да и по карте мира побродить в свое удовольствие больше не выйдет, так как разработчики почему-то посчитали нужным заменить свободу перемещения по Грасненским равнинам кучей точек, соединенных сетью дорог. Хотя, какой кучей? Скорее, горсткой, так как уникальных локаций во всей игре не просто мало, а катастрофически мало. Но даже до них приходится добираться через одни и те же промежуточные пункты, тошнить от которых начнет оооочень быстро. Казалось бы, в такие моменты можно просто отклянчить в нужную сторону стик и отвлечься на что-то другое, пока отряд слоупоков будет ползти до точки назначения. Но камера. Просто камера. Постановщик сцен в Суикоден 3 это такая своенравная сучка, которая даже на ровном отрезке ухитряется замотать себя в узел кинематографических ракурсов. А будет ли игроку удобно так ориентироваться в пространстве, это ее уже не волнует. Открытые пространства еще часто бывают поделены на секции. И при переходе между ними направление движения героев порой может меняться на противоположное, что нередко приводит к нежелательным возвратам. Разработчики по такому случаю даже костыль прикрутили. Если не менять направление бега при переходе на новую локацию, то персонаж будет бежать строго прямо относительно своего расположения в игре. Не относительно камеры, а относительно себя. Этот, с позволения сказать, технический багонаворот единственный способ нормально выбраться из некоторых мест с резко меняющимися ракурсами камеры. Это не проблема, а скорее неприятность, и к ней можно быстро приноровиться. Впрочем, заняться в игре найдется чем, благо контентом ее не обделили. Достаточно сказать, что ряд довольно значимых катсцен можно попросту проморгать, если пойти не туда, пойти туда слишком рано, или сыграть главы не в том порядке. Но дело не только в сюжете. Из-за более реалистичного подхода к закупкам экипировки, заключающегося в том, что позволить за вменяемые деньги вы себе сможете только старую поношенную броню, в то время как новые магазинные доспехи влетят в копеечку. Будущим спасителям страны придется не раз и не два уйти на заработки, чтобы смочь таки позволить себе приобрести хотя бы одну хорошую кольчугу. И даже не пытайтесь зарабатывать на случайных битвах с монстрами, там вменяемых денег водиться не будет вплоть до самых финальных титров. Поэтому у вас остается всего два возможных пути. Либо идти валить опциональных боссов, сторожащих сундуки сокровищами или спаунящихся через пару сюжетных поворотов, либо превратиться в странствующего торговца и закупать предметы по дешевке в одном городе и продавать втридорога в другом. Что первый путь, что второй источники самого бессмысленного и беспощадного бэктрекинга в истории. Второй способ обращается еще и ограниченным инвентарем. Хотя некоторые наиболее ходовые вещи и складываются в один пункт. Мусором сумка забивается очень быстро и его остается либо выкидывать, либо продавать, либо отдавать на хранение. Замок, кстати, тоже предлагает свой ассортимент удовольствий. Хоть и, как мне показалось, в этом он немного проигрывает своему собрату из второй части. Разнообразить досуг помогут приглашенные персонажи, в сражениях непосредственно не участвующие, но вместо этого открывающие на территории замка свои заведения. Таким образом, у вас и банька своя появится, и ресторан, и даже театр, в котором можно ставить небольшие пьесы с участием вашей армии. Пьесы — это вообще один из главных поставщиков дичи. Да, их можно ставить и по-нормальному, учитывая актерские способности героев, но куда веселее хреначить на сцену, кого попало, и наблюдать за представлением. Кстати, узнаете? Наш старый, вернее, чуть постаревший знакомый Нэш Латкье из Генса Суико Гайден пробился в ряды ключевых сюжетных персонажей основной серии. К успеху пришел парень. Но можно ли будет приноровиться к тому, что разработчики наворотили с боевой системой? Большой-большой вопрос. Со стороны может показаться, что каких-либо радикальных перемен со времен второй части не последовало. Битвы по-прежнему можно разделить на три вида. Классические противостояния стенка на стенку, в которых могут принимать участие до шести персонажей, дуэли один на один, базирующиеся на классической системе камень-ножницы-бумага, и масштабные стратегические баталии с максимальным охватом действующих лиц, призванные показать масштабы конфликта. Но стоит заглянуть под капот местных механик, сразу станет понятно, что ко многим их особенностям придется привыкать заново. В начале каждого сражения у игрока появляется три варианта на выбор. Раздать команды отряду самому, доверить это занятие компьютеру, который просто выдаст всем директиву «бей», или попытаться сбежать. Выбрав ручное управление, вы столкнетесь с ключевым нововведением игры. Отряд поделен на три команды, в каждую из которых входит один герой из переднего плана, и один из тыла, и приказы отдаются только одному персонажу из группы. Иногда такая система работает очень прикольно. Если, например, объединить в группу Куга и его Грифона, то получится единый юнит «Наездник», получающий все дивиденды обоих персонажей. Но в большинстве случаев вы лишь получаете дополнительный геморрой, потому как член группы, которому вы приказ не отдавали, берется под управление компьютером, из-за чего контролировать действия на поле брони становится, ну, просто невозможно. А вам этого контроля будет хотеться, ну, очень сильно, поскольку в игре учитывается пространство между юнитами, и один персонаж вполне может помешать другому. Особенно, когда дело доходит до магии, у которой появилось не только время, необходимое на каст, за которое этот каст еще и сбить могут крепким тумаком, но и площадь поражения. К счастью, лишь некоторые заклинания бьют по площади, иначе бы на магии пришлось поставить жирный крест. По такому случаю авторы даже добавили индикатор инициативы, показывающий, в какой последовательности пройдут ходы отдельно взятого отряда, чтобы проще было вклинить магию в процесс. Но мне это все равно видится очередным костылем и без того вымученной системы. Собственно, вся проблема боевой системы Suicodon 3, слишком многое в ней отдали на откуп безмозговой автоматики, сковывающей и без того узкие тактические рамки игры. Из доступных опций в бою остались еще использовать предмет и комбо-атака, но они обе перекочевали из второй части практически в неизменном виде. У каждого персонажа есть свой собственный микроинвентарь на три позиции, которые можно заполнить как дополнительными элементами экипировки, будто перчатки или волшебные кольца, так и лечилками всех цветов и фасонов. Ограничение, конечно, это дикое, но оно привносит в игру хотя бы какой-то баланс, принуждающий заниматься внимательным менеджментом своей армии, а не бездумно закупать в ближайшей забегаловке миллион бутылок со здоровьем. Разумеется, никто не будет запрещать вам прямо в бою лазить в основной инвентарь, однако заодно только перетаскивание предмета из общей сумки в карман игра накажет потери хода. Что же касается совместных техник, то их общее количество не слишком велико, да и серьезно повлиять на исход боя они вряд ли смогут, однако рутину скрашивают неплохо. Большим нововведением в боевой механике стала система скиллов, и она там мне как раз пришлась по нраву. Суть ее в том, что у каждого героя есть свой перечень способностей, в которых он хорош. Кто-то, например, умеет быстро махать шашкой, поэтому за год атакует дважды, кто-то искусен в магии определенной стихии и кастует ее очень быстро, кто-то критует как не в себя, а кто-то получает дополнительный бонус к защите. И что самое классное, навыки можно кастомизировать. Например, считаете вы, что кто-то из героев обязан хорошо владеть магией молний, и с этой целью вы отводите его к учителю, который потренирует персонажа и сделает из него толкового громовержца. А может и не сделает, если выбранный сопартеец не наделен соответствующим талантом, поэтому понадобится еще понимать, кто в чем будет хорош. Далее у нас следуют дуэли. Единственный подвид местной боевой системы, переехавший из предыдущих частей без изменений. В дуэлях у вас в ассортименте есть три возможных действия. Атака обычная, атака яростная и защита. И вам нужно предугадать следующий ход врага и правильно на него отреагировать. Совсем вслепую угадывать, конечно же, не придется, ведь оппонент своими репликами будет намекать на то, какое действие он предпримет, и останется только правильно понять намек. Масштабные баталии в противовес дуэлям разработчики извратили вообще до неузнаваемости. Бррр, с чего мне вообще начать? Во-первых, масштаба в них отныне больше нет, так как участвуют в потасовках теперь в лучшем случае человек сто, в то время как во второй части в одном только юните было в среднем 20-30 визуально отличимых солдат. Во-вторых, классическая пошаговая система, свойственная многим таксическим RPG, мутировала в нечто, внешне напоминающее теорию графов. Есть ключевые точки, которые могут занимать юниты, и есть отрезки дорог, их соединяющие. Справедливости ради должен отметить, что смотрится такое переосмысление очень неплохо. Точки различаются по уровню защищенности в зависимости от местности, можно устраивать засады и теснить войска врага превосходящими силами, да и в целом чувствуется, что идет битва за территорию. Но у нас осталось в третьих, а наличие в третьих — это всегда очень плохо. Стычки между юнитами выполнены в формате обычных сражений стенка на стенку, во время которых команды солдатам отдавать нельзя вообще. Думать за игрока будет бездушная машина. Все, что вам позволят, это решать, когда стоит отступить. Один этот факт перечеркивает все положительные стороны масштабных баталий. Планирование своих действий носит теперь сугубо косметический характер, в то время как исход боя решает банальная удача и то, насколько сильно будет тупить ИИ. Забороть вражеского мага при таком раскладе становится просто невозможно, так как он своими заклинаниями способен раскатать в лепешку весь отряд. Но ваши болванчики никогда не поймут, кого им надо бить в первую и самую главную очередь. Раз уж в начале статьи мы упомянули о потоке сопутствующих материалов, коими конами подчевали фанатов Суйкодан до отвала башни, то стоит на этой теме немного задержаться, ну, в контексте Суйкодан 3. Дело в том, что по игре выходила официальная манга Суйкодан 3 Successor of Fate, нарисованная Аки Семидзу и рассказывающая уже знакомые события чуть другими словами. Интересна она тем, что умудрилась таки перебраться через языковой барьер и выйти в США. И во Франции. Хотя сама игра так своевременно и не добралась до Пау-региона, появившись в Европе 13 лет спустя уже в виде цифрового переиздания. В общем, странная фигня, но конами это конами. Так, ладно, вернемся к манге. Хоть я и сказал ранее, что она пересказывает сюжет игры в чуть измененном по другой формат виде, на самом деле она делает немного больше. Как минимум, Аки уделила больше внимания знакомству с треуглавных героев. Мы больше узнаем о том, как именно нашли друг друга Хуга и его Грифон, за какие конкретно деяния Крис получила прозвище Серебряная Дева среди соотечественников и Белый Демон среди врагов. А Гедо... Гедо как был крутой как яйца, так им и остался. Но и его пары новых деталей биографии не обделили. Кстати, о яйцах. Вот уж то появилось у истории в плане отображения войны. Все-таки возрастные ограничения не позволяли играм разойтись на полную катушку, в то время как Аки Семидзу не была настолько скована в самовыражении. Причем, говорю я не столько о самом факте кровопролития, столько о реакции на него людей, не привыкших к запуху смерти. В частности, в игре вы не увидите Крис в таком состоянии. В некоторых моментах, как мне показалось, историю чуть... рассопливили, но даже вместе с этим Suicodent 3 Successor of Fate отличное дополнение к игре, обогащающее оригинальную историю новыми красками. Как бы это странно не звучало в адрес черно-белой манги. Не уверен, правда, насчет ее самостоятельной ценности, потому как уже успел перед ней пройти игру. Но упрекнуть колоссальную работу Аки Семидзу в плохом исполнении у меня уж точно не получится. С игровым саундтреком же дела обстоят... Интересно. За его написание отвечала уже не Микки Хигасина, работавшая над музыкой для предыдущих частей сериала и покинувшая Konami за год до выхода сегодняшнего виновника торжества Ами Тиру Ямане, также один из ветеранов компании, стоявший у истоков Castlevania. Эх, и что можно сказать? Весь эпик начался и закончился на главной теме игры, написанной химиками. В результате мы получили очень ровную и постную пластинку без явных хитов и значительных провалов. Мирные темы локаций звучат очень приятно и мелодично, а вот боевым темам в подавляющем большинстве недостает яиц. И проблема кроется не столько в нотах, сколько в слабой аранжировке. Слишком все синтетично и механично исполнено. Как бы то ни было, в самой игре сочинения Яманы звучат хорошо и почти всегда к месту. Поэтому придраться получится лишь к тому, что саундтрек в отрыве от игрового процесса теряет львиную долю своего очарования. КОНЕЦ Что, к счастью, не помешало ему выйти на физических носителях и даже получить отличные аранжировки для альбома Генса Суикоден 3 Music Collection Wrestling of the Wind. Вот, кстати, живой пример того, насколько важна добротная аранжировка даже в том случае, когда к чистым нотам нет никаких претензий. Но надо уже подводить итоги. Если вкратце, третья страница истории нескончаемых воин мира Суикоден по сути увязыва в собственных же геймплейных нововведениях, лишь малая часть которых хоть как-то работает. Странная боевая система с делением на отряды, слишком большое влияние искусственного интеллекта на игровой процесс, тонны и тонны беготни по одним и тем же локациям. Но когда ИИ не тупит, игра вполне себе играется и не особо-то напоминает о собственных недостатках, чему также способствует в целом отличная история и неплохой саундтрек. Суикоден 3 противоречивая, но достойная внимания игра, не опорочившая честь серии. В отличие от... Суикоден 3 Субтитры создавал DimaTorzok